Я действительно больше 10 лет работаю именно в системе сетевого маркетинга. И хочу вам сказать, что во многих системах побывала в жизни. И работала на предприятии, и была рабочей, и была начальником, и работала на собственном предприятии. Ну, конечно, только начальником, хозяйкой предприятия торгового. А когда пришла в сетевой маркетинг, я поняла, что только эта система позволяет человеку быть абсолютно свободным. Свободным и успешным. Жить так, как он хочет. И сегодня я хочу с вами поделиться тем, думаю, что еще не таким большим опытом, но все же опытом именно ведения переговоров. Каждый из вас, думаю, уже проводил переговоры по приборам, именно на продажу приборов. И каждый из вас уже и свой какой-то опыт имеет. Поэтому кому-то это будет просто напоминание, может, о чем-то. Для кого-то это будет новое. Каждый из вас, думаю, через какое-то время тоже будет стоять на этом же месте и рассказывать уже о своем опыте. И в зале будет сидеть людей в десятки раз больше. А сегодня я хочу просто сказать, что вот когда будете участвовать в переговорах, есть один такой очень важный момент, даже два. Я скажу два золотых правила, которые помнить надо всегда, чтобы ночью вас разбудили и сказали два правила ведения переговоров. И вы могли их ответить. Впитайте это в себя. Первое. Не спорить с клиентом. Не устраивать дискуссии. Когда мы разговариваем, да, вот такой пример. Говорю человеку, очень хороший прибор биомедис. Он вам реально может помочь. Человек говорит, да нет, это очень плохой прибор. Мне об этом говорили. Что он и такой, и такое. Ну, конечно, хочется сказать ему что-то. Мы-то с вами знаем, что на сегодняшний день лучше прибора биомедис пока просто нет. Я не знаю, что будет завтра или через год. Но из того всего, что знаю я на сегодня, то знаю, что самый большой, самый расширенный комплекс услуг мы можем получить на этом приборе. И когда кто-то говорит, что нет, что ему сказать. Вместо того, чтобы спорить, я говорю человеку, я согласна с вами. Я ведь тоже так думала. И не так давно, еще не прошло и года. Мои друзья, которых я уважаю, мне сказали, что этот прибор плохой, что он вредный. И я им поверила. Из-за этого какое-то время я не пользовалась им. Но только я посвятила время тому, чтобы разобраться, я уже никогда этот прибор на другой не поменяю. Или на другие, на те, которыми я пользовалась раньше. А сегодня я скажу еще больше вам, не только я, а уверена, что и каждый из вас, из тех людей, которые пользовались другими приборами, не захочет поменять этот прибор. Мы знаем, сколько комфорта дает именно возможность пользования им. Поэтому что я сделала, да? Я не устроила дискуссии. Трудно, но возможно. Согласилась, что при этом человек, он же ждет, что я сейчас начну доказывать, разбираться с ним. А он попадает в ситуацию, да? Неожиданности. И таким образом мы переводим человека. Как наш партнер, наш друг уже, а не оппонент. Ни за что, никаких дискуссий. И как можно реже употребляем частицу «мне». Как можно реже говорим «нет». Самые, скажем, запрещенные для нас с вами в ведении переговоров слова – это «я против», «я не согласен», «вы не правы», «так нельзя». Вот эти все слова – это те слова, которые нами должны на время переговоров быть просто забыты. Второе правило, тоже золотое правило – это слушать. Что говорит клиент? Слушать. Слышать. Потому что мы в другой раз вроде бы и слушаем его, но не все слышим. А мы должны работать на то, чтобы слышать. Потому что тогда мы будем думать над его словами. И задавать наводящие вопросы. Слушать, слышать и задавать наводящие вопросы. И когда вы освоите эту тактику, вы будете видеть, как легко вам вести переговоры. Я хочу сказать, что когда я слышу, что отвечает клиент на мой вопрос, мне действительно легко. Потому что за это время я успеваю что сделать? Игорь. Подготовить. Что подготовить? Наводящий вопрос. Следующий наводящий вопрос, да. И я тогда хозяйка переговоров. Очень важно, чтобы хозяином переговоров были вы. А без слушать, слышать и задавать вопросы – это невозможно. Если человек мне говорит, не надо мне этого рассказывать, давай я буду сам тебе задавать вопросы. Я и так все знаю. Что надо сделать? Кто мне может подсказать? Что надо сделать, когда человек говорит мне? Давай не надо мне рассказывать, я буду задавать вопросы. Да, Наташа. Давайте договоримся, я расскажу вам. И когда возникнут у вас вопросы, задайте. Еще кто-то что-то скажет? Правильно. Не спорить. Помните первое правило? Не спорить. Соглашаться. Можно так, как вариант. Можно сказать, я согласна. Задайте ваш вопрос. Что я сделала для человека? Приятно? Ну пусть он задаст мне один вопрос. Но потом опять начну задавать вопросы я. Понимаете? Я же буду слышать его вопрос, но ответ дам так, чтобы он опять мне задал вопрос. Или чтобы я ему задала вопрос. Чтобы все шло под моим контролем, а не под него. Почему? Потому что если он будет мне задавать вопросы, получится винегрет. Уйдет он домой, придет и скажет, допустим, своей жене, что Неля Соснина такую пургу несла насчет прибора. Потому что он задавал вопросы с той стороны, с какой он хотел. А за короткое время, я думаю, вы уже приобрели такой опыт. Если нет, то обратите внимание, какие вопросы вам задают клиенты. И вы увидите, что когда задают вопросы, это две группы, причем абсолютно разных вопросов. Одни вопросы задают люди, те, которым действительно интересен прибор. Это наши будущие клиенты. Они, у них интерес один, разобраться. А вот вторая группа вопросов, я, друзья, вам скажу. Я часто вопрос задаю над их вопросами. А зачем вам это надо? А как это вам поможет разобраться с прибором? Вот, например, человек начал мне задавать вопросы и говорит. Ну, вы мне скажите, пожалуйста, вот этот ваш прибор, на него есть документы какие-то, как-то он так назвал, что я думаю, господи, три года работаю с биорезонансом, и еще никогда такого вопроса не было. Поэтому я его даже толком и не запомнила тогда. Я села, говорю, а вам зачем это надо? И он мне начал объяснять. Вы понимаете, если вот эти приборы, мол, людям помогают и все такое, то вот этот документ должен быть. Я говорю, а если такой документ будет у меня завтра? Я не знаю, может, он и правда есть. Раз прибор прошел официальную регистрацию в Украине, то, может, и этот документ, говорю, есть. Но, говорю, я не знаю, но если я вам завтра принесу этот документ, вы уже прибор купите? Он говорит, да нет. Ну, при чем тут это? Я говорю, да при чем тут этот вопрос? Понимаете, человек, которому прибор 300 лет не нужен, хочет меня поставить в такую ситуацию или вас, да? Чтобы мало того, ну, как бы сказать, показать, какой он умный, да? Ну, еще же показать, какая я, да? Поэтому, дорогие друзья, очень важно то, что я вам сказала второе правило – слышать и задавать вопросы. Потому что в другой раз такого наслушаешься. Нет ничего удивительного. Мы работаем с новейшим продуктом на рынке. Это наше с вами счастье, что нас сегодня тяжело понимают, потому что попробовали бы вы продавать сегодня мобильные телефоны. Найдите человека, у которого нет телефона. Вот что. А мы счастливые люди. Всем в доме Павловых до единого человека нужны приборы. Я думаю, что даже вот там вы видели зверинец? Кроме дома, кроме Павлова. Видели зверинец? То я думаю, что даже тем зверям бы не помешали. Всем нужны, да? Ну и опять же, я счастлива тем, что большинство людей не знает о них. У нас с вами на самом деле очень легкая задача. Отрабатывать статистику. Идти на пустом, бесконкурентном рынке. Это я специалист именно в области продаж более чем с 30-ти летним стажем. Я знаю, какая тяжелая ситуация, когда ты работаешь в условиях жесткой конкуренции. Ты ничего не можешь до конца просчитать и спланировать, потому что ты не можешь быть уверен, что твой конкурент уже не начал что-то делать еще вчера. И твои планы могут разрушиться. Я приведу вам такой пример. У меня есть знакомый, который в небольшом поселке выстроил магазин. Он взял кредит, завез материал. Так как человек с небольшими деньгами был, он его выстроил. Ну, уже за два года, не знаю. Это понравилось соседу. Он тоже рядом выстроил магазин. Только у него денег было больше, поэтому он быстрее выстроил. В результате не тому хорошо, не этому. Но видите, как один может разрушить планы другого. Вот вам и бизнес. И в бизнесе таких ситуаций различных огромное количество. Какие деньги мы заинвестировали сюда с вами? В бизнес никаких практически. То, что мы оплатили семинар в свое присутствие, куча удовольствий. Будем теперь о чем вспоминать целый месяц. До следующего. Вот. Рисков нет. Ничего у нас этого нет. Только идти и разговаривать. Разговаривать и разговаривать. А этому можно быстро научиться. Чем чаще разговариваем, да, тем быстрее учимся. И вчера Олеся в своей теме коснулась. Я думала, что Олеся, мне сегодня говорить не о чем будет. А потом увидела, как хорошо, что ты это сказала еще вчера. Значит, мое лучшее еще запомнится. Потому что Олеся вчера сказала, в разговоре с клиентом нужно задавать наводящие на его потребности вопросы. Какое правило работает? Второе. Слышать. Слышать. Слышать и слушать. Да, то есть слушать и слышать. Потому что, если вы слушаете, человек откроется перед вами. А если еще вы научитесь делать, ну, скажем так, комплименты в белых перчатках. Да, что это обозначает? Это, как будто это и не комплимент. Володя, а сколько лет твоему сыну? 16. 16. А школу он уже закончил? Да. В каком классе? Не знаю. Как это? Не знаю. Потому что он в разных школах учится. В разных странах. В разных странах, да. Ну, скучаешь за парнем своим? Не знаю, как и за разутбором. А так. Знаете, легче всего мне в жизни раскрыть мужчину, заговорив с ним о его детях. А женщину еще легче. Помните, опять же, вчера Наталья говорила, идем навстречу. Имеем информацию о клиенте. Потому что спрошу за детей, а вдруг у него их вообще нету. Да, вот и попаду в просад. То есть, я не сделала ему комплимент. Володя, ну, приятно, что о твоих детях вспомнила. Вот. Вот как это работает. Захожу к своей подруге, глядь на стену, а у нее такая картинка в жизни в доме не повесила. Ну, так смотрю, думаю, о, боже, какое безобразие. Я в шоке. Она что? Я говорю, слушай, ты вот догадывайся, вот такие вещи дома цеплять. Говорю, это ж надо, говорю. Ты посмотри, на каком ты уровне. Что я ей сказала? Ну, сказала, да? Ну, и приятно. Я обратила внимание. И как будто ее похвалила, да? Ну, и как бы и правду. И не погребила своей душой. Просто мы с вами учимся. И самое важное в начале встречи, как я немножко коснусь того, что сказала Олеся, расположить клиента, создать зону комфорта. Я так эту вставочку для чего сделала? Потому что тогда очень легко задавать наводящие вопросы, когда вы уже как бы держите человека за руку. Кстати, если вы даже еще мало знакомы с человеком и разговариваете о чем-то с ним, да? Совсем неплохо, если вы скажете, Игорь, вот я тебе говорю, давай ты сегодня внимательно на сайте посмотришь информацию. Это не будет, это для тебя будет полезным. При любом вот раскладе, это для тебя будет полезно. Ты будешь знать, как защитить свою семью от паразитов. Дорогие мои друзья, я просто знаю, что когда я начинала вести переговоры, я еще не с приборами работала, я пришла в страхование. Мой первый сетевой бизнес был страхование. И вот знаете, я была нормальным человеком, веселым, шутила. Но как я стала финансовым консультантом, как приду на переговоры, и вся такая делова, я аж на себя не похожа, мне почему-то казалось, что я именно такой должна быть, серьезной. Я же финансовый консультант, да, или вот я организатор продажи приборов. Продажи это то, что должно для человека принести удовольствие. Наша с вами встреча. Поэтому и комплименты, и какая-то одна или две шутки. Много не надо, чтобы клоунам, конечно, не выглядеть. Совсем не будут лишними. Это наоборот, еще больше раскроет вашего клиента. Оказывается, чем проще, тем лучше. Давайте не будем из себя никого строить. Да, чем искренней, тем легче человеку принять информацию. Как с родным братом, как с сестричкой или подружкой. Разговариваем даже с людьми, которых видим в первый раз. Естественно, не до вульгарности, не до фамильярности. У каждого из вас есть свой какой-то, скажем, барометр, да, вот, барьер, да, вот, до какого. Но не будем сухими, скучными и серьезными. Это мешает. Я вот когда-то говорила, человек говорит, как в бизнесе хорошо ли, то, что я скромный человек. Я говорю, хорошо все в меру. Скромность тоже, особенно в бизнесе. Так вот, и скромность, и серьезность может с нами сыграть, ну, как бы, вот такую шутку желательную. Поэтому будем простыми, будем искренними, открытыми. Будем рассказывать то, что знаем. И еще вам хочу сказать, в ведении переговоров есть еще очень важный момент. Люди чувствуют, когда мы говорим неправду. Это передается. Я думаю, вы сами много раз это замечали, когда вам кто-то что-то хочет навязать и при этом вас обманывает. И насколько неприятно это. Еще хуже, когда человек, услышав вопрос, дает какой-то неправдивый ответ. И другой раз, может быть, дает этот ответ, как бы, ну, не потому, что он плохой человек, а потому, что он боится показаться незнающим, неподготовленным. То я вам скажу, дорогие друзья, если вы этот вопрос услышали в первый раз, и это, опять же, возвращаемся к вопросам, да? Из первой группы вопросов. А что у нас первая группа вопросов? Какие? Нет, я говорила, есть две группы вопросов. Первая группа вопросов, это люди, заинтересованные в кубке, такие вопросы задают, да? То есть, если это вопрос из этой группы, а я не знаю ответ, то мне намного проще сказать этому человеку. Я не могу вам сейчас сказать. Давайте я вам перезвоню вечером. Знаете, а завтра мы можем встретиться? В 12 часов. Я уже завтра точно буду знать на него ответ. Ничего нет в этом плохого. Правда, вы искренне сказали человеку. И что вы еще сделали? Назначили встречу. Назначили встречу на завтра с этим человеком. Вы продолжаете работать, потому что все знаете, что та информация, которую вы дали клиенту, сколько живет в его голове? Кто может сказать нет? 48 часов. А я вам скажу, она и 24 сегодня не живет. У большинства клиентов, как и у вас, очень быстро меняется информация. Интернет, широкий круг общения. И то, что сказали 3 часа назад, и вы думали, что да, действительно, завтра надо купить прибор. Уже через 6 часов, в зависимости, какая еще поступила информация, может быть не актуальны вообще. У вас бывало так, думаю, что человек завтра хотел купить прибор, а сегодня вечером у него деньги украли. Ну, к сожалению, и так может быть. Вот и не актуально. Или ему срочно надо куда-то уехать и увезти именно ту сумму. Поэтому, чем быстрее вы назначите встречу, и, конечно, лучше на завтра, потому что далеко не каждая продажа в тот же день завершается. Вот. А давайте, кстати, поговорим вот о чем. Кто мне может подсказать? А когда вообще вот начинается продажа нашего продукта? Наталья Михайловна, тут есть люди еще. Я не сомневаюсь. 5 лет или 7, наверное, дружить, конечно, знаете. Кто мне скажет? Давайте с вами немножко подумаем. Вот когда начинается вот этот именно момент продажи? Когда мы тогда начинаем звонить. Когда только звонить начинаем. Тамара Ивановна, когда? Когда деньги увидим уже. Начинается продажа. Это уже закрытие продажи. Богдан, не, 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 Богдан, не надо. Я знаю, что ты сам эту лекцию мог бы не хуже меня прочитать. Игорь, как ты думаешь? Продажа начинается уже с составления списка контактов. Вы все, в общем, правы. Но у меня есть свой ответ. Продажа начинается, когда вам клиент сказал, нет, я не хочу брать это. Вот тогда она и начинается. Потому что продажа – это как игра в бадминтон. Да, только вы ему раз, шарик. Он вам, вы ему, он вам, вы ему. Вот это продажа. Что у нас, шарик? Аргументы и вопросы, да? Он нам вопрос, а мы ему аргумент. И давайте с вами подумаем вот на тело. А какие вопросы, или вернее, какие вот вам отказы, больше об этом, да, поговорим, дают клиенты? Почему они говорят нет? Ну, вот так вот. Денег нет. Денег нет. Не верю. Не верю. Жены нет. Что ты с меня получишь? Да. Ну, я радуюсь, такому вопросу я радуюсь. Правильно, есть такое? Из-за жабы не верю. Так, значит, давайте повторим. Значит, не верю. Денег нет. Денег нет. Слушайте, а никому не говорили, что это дорого. Никто из вас не слышал? Не беру, потому что это очень дорого. Вы что, 630 долларов прибыл? Слышали? Слышали. Ты с вами говорила. А вот такое. Да-да, Наталья Михайловна. Три года назад. Дорогие мои. А вам говорили вот такую золотую фразу. Мне надо посоветоваться. А мне надо подумать. Так вот, давайте мы с вами вместе сейчас хотя бы на вот эти, на вот такие это будем считать основные отказы. Почему он не хочет купить? А ну давайте будем думать, а почему мы ему все-таки продадим? Давайте начнем с неверия, да? Потому что достаточно часто люди говорят, ты знаешь, ты мне вот это рассказала, но я все равно в это не верю. Да, Наталья Михайловна. В этом случае, я говорю, вы знаете, я с вами вполне согласна. Я тоже когда-то не верила. Я его присоединила к себе и тут же начинаю рассказывать. Ну вы знаете, но он не стоит на месте. И так, коротко-коротко. Я согласна с этим, обязательно сдаю вопрос. Вы согласны с этим, что он не стоит на месте? Между прочим, Наталья Михайловна наша хорошо продает приборы. Чувствуете? Кто еще скажет? Что вы говорите, когда вам говорят «не верю»? Ну, доказательная база показывает документы. Спрашиваю, во что вы не верите. Потому что люди иногда говорят «не верю», но они сами не знают, что они. Очень правильно. Не надо спешить уходить. Я, например, могу сказать «не веришь?» А себе ты вообще веришь? Вот ты веришь, что здоровье надо укреплять. И человек говорит «верью». Я тоже его присоединила. Но если правильно, вот, скажем, классически, то Наталья Михайловна права. Не верю, это не отказ. Это просто ситуация на сегодняшний, вот на этот момент. У человека... Правильно, Саша. Правильно. У него мало той информации, которая ему лично нужна. Мы-то с вами притащили с собой, да? Целый тюк информации. И мы бы его могли грузить три часа в ею. Хай-то выбираешь, что ему надо, да? Только не надо. А надо как раз вот это. Значит, в нашем разговоре, когда мы давали информацию, не было бы именно того, что его бы зацепило. Это всё будет зависеть от того, насколько вы научитесь. А ну, давайте вспоминать золотое правило номер... Слушать и слышать. Чем вы более профессионально будете учиться и анализировать каждую вашу встречу, тем реже вы будете слышать «не верю», потому что вы будете наводить его на его потребности. То есть, видите, как хорошо. На «не верю» у нас уже с вами есть хотя бы, скажем, такой основной ответ. Давайте дальше идти. Мне, например, знаете, очень нравится, когда мне человек говорит, «У меня нет таких денег!» И я начинаю с ним разговаривать о деньгах. А что нужно сказать человеку, когда он говорит, «Да ты что, у меня таких денег нет!» И ведь действительно, другой раз мы разговариваем с человеком, который даже за месяц столько не зарабатывает. Или вот пенсионер, у которого полторы тысячи гривен пенсия, да? А ведь покупают же. И у нас много пенсионеров покупают. Поэтому нам надо разобраться. Вот опять же коснемся в ценностях. Оказывается, мы, когда давали информацию, да, не показали, не вывели его на осознание ценности вот этого прибора. Вот что нам с вами надо. Над чем сейчас же поработать, да? Расписать с ним. И желательно взять для этого ручку и бумагу, и расписать вот эту ценность на любом примере. Если он вам рассказал о своих болезнях, да, если вы наводящими вопросами уже его навели, или, допустим, я, идя к нему, уже знала, что он сделал там две операции, и после которых он очень долго отходил, и там один реабилитационный, я уже не знаю, сколько стоила операция, а один реабилитационный период стоил больше, чем стоит прибор. А у него было две операции. То было достаточно провести вот это. Я просто с ним поговорила. Я говорю, у тебя нет денег. А я забыла, сколько за операцию ты тогда заплатил. Я ничего не забыла. Я все знала еще до того. А вот помнишь, ты мне тогда рассказывал, что когда ты выздоравливал, то ушло тоже денег почти как на операцию. Столько же. Он там назвал немножко меньше. А я все пишу. Причем пишу не маленькими там цифриками. Хорошими цифрами. Ого, какие деньги ушли. И просто спрашиваю человека, вопрос решился или продолжение следует. Как ты думаешь? А если бы у тебя был прибор, говорю, не было бы вот этих трат. Но ты тогда не знал, что он есть. А теперь ты знаешь. То определись. Если ты говоришь, что у тебя нет денег, то этот прибор тем более для тебя. Помните преимущество прибора на букву «э»? Экономичность. Всегда можно человеку на любом примере показать. Даже пенсионеру можно это показать. Как важен для него прибор. А у пенсионеров, да, у них пенсии маленькие. Но у нормальных пенсионеров нормальные дети, которые любят родителей. И тоже могут помочь. Да и если бы мы прошли их путь, мы с вами тоже были бы очень экономичны. То есть опять же, да, та недоработка нам сейчас дала работу. И мы просто разговариваем с клиентом. Мы не уходим, что, ну что, нет денег, ну что я тогда тут торчу. Не, мы разговариваем. Мы ведем переговоры, показываем ценность прибора. Согласный сам. Дальше идем. Какой еще был аргумент? Мне надо посоветоваться. Надо подумать. Посоветоваться буду. Это был момент такой в Донецке, перед тем, я читала лекцию литров. Прожа литров. И сидела лекарь на первом ряду, и каже, это очень хорошие прилады, и я знаю, что это нужно, но за что купить? У меня пенсия какая. А я говорю, у меня такая пенсия. А вы скажите тому, 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 тому сусиду, який может купить, и зарубить гроши, и купить. Это бесплатно получиться. Это очень хороший аргумент. Поднимись, для того, чтобы получить гриль, и ты хоть устанешь. Хоть поднимись. Если ты болеешь. Так. Пытание решает. Правильно. Подниматься нужно. Можно я так обобщу? То есть, когда человек говорит, у меня нет денег, ему можно сказать, так я же к тебе потому и пришел. Я знала, что у тебя денег нет. Но ты можешь деньги на прибор заработать, обновить свои контакты. У тебя есть тот, у тебя есть тот, у тебя есть тот. Слава Богу, у нас с вами в нашем маркетинг-плане вот эта чудесная возможность заложена, чтобы человек, которому хочется, нет сил, как хочется прибор, чтобы он его имел. Независимо от того, есть у него в доме деньги или нет. Теперь давайте перейдем вот к одному из моих таких, просто скажу вам, любимых, отказов, таких, как бы человек думает, что он мне отказал, отказал, и вроде бы он, вроде бы и не отказал, да, казалось бы, надо на этом закончить. И он говорит, мне надо посоветоваться с женой, или, а мне надо посоветоваться с мужем, деньги у мужа, и что тогда делать? Или детям надо сказать? Ну, во-первых, вы бы, дорогие друзья, должны были знать это до того, желательно бы было, и давать информацию, как раз, когда и дети там есть, чтобы все вместе послушали, да, да, и еще бы детям сказать, видно, как вы любите вашу маму, как вы хотите, чтобы она была здорова, как вы внимательно слушаете, какие вы вопросы задаете. Я чувствую вашу заботу. Я уверена, что у вашей мамы будет такой прибор. Давайте, задайте мне еще вопросы, чтобы у вас была уверенность в этом. Но когда мне говорят, надо посоветоваться с женой или мужем, а я вот сейчас только с этим человеком поговорила, я не попадаю в просад. Я думаю, и вы не попадаете. Как, Саша, выходите из этой ситуации? Ну, я вам расскажу всей семье. То есть надо идти детям рассказывать, мужу. Вообще, у меня не было ситуации, чтобы одновременно были и хозяин или хозяйка вместе с детьми. А если муж, а жены не было? Наташа, расскажи. Я обычно в этом случае говорю, да, вы правильно делаете, с семьей надо посоветоваться, ну, с членами семьи, надо посоветоваться. А они знают об этом, эту информацию об этом приборе? Нет, не знают. Так о чем же вы будете советоваться? Давайте я приду к вам домой, назначьте мне встречу на когда вот сейчас. То есть я сразу беру встречу. И тогда будем советоваться. А так вы придете, вот бы пришел к вам муж и сказал, вот что-то хорошее, все, а вы не знаете об этом. Какой бы вы совет дали? Не лезь. Я говорю, вот точно так и он вам скажет. Вообще-то да, вы правы. Давайте назначаю встречу. Я по-другому целью говорю. Прекрасный ответ. А можно я теперь скажу? Как делаю это я? Я уверена, что Вера Антоновна, вы с тем количеством продаж, что у вас, конечно, вы знаете много ответов. Просто времени не так много. Я люблю этот ответ переводить в следующий такой отказ. Потому что я знаю, что за этим может это же следовать. Потому что отказ из той же серии. Надо подумать. Поэтому, когда мне человек говорит, что мне надо посоветоваться, я говорю, ну, конечно, надо. Конечно, надо посоветоваться с женой. Конечно, надо над этим подумать. Вы согласны? Давайте подведем итоги. Что я при этом делаю? Я беру лист бумаги. Не могу показать вам сегодня, но на следующем семинаре это будет. делю его пополам. С одной стороны пишу плюс, с другой минус. Я говорю, давайте вот подумаем вместе. Вот эта информация, которую я вам дала, как считаете, актуальна? Практически каждый скажет да. Актуально или вам было интересно, да, или полезно. это да. Этот прибор в вашей семье, если бы уже был сегодня, что бы начало решаться? Вот с чего бы вы начали? Привязываю. Да? Он начинает думать, но думает пример. Ну надо было бы это, да, не, надо сначала надо было все-таки в жене. Ага, так у жены есть проблемы. То есть я могу Наташа сделать так, как ты, а могу сначала вытянуть информацию еще немножко. Возможно вот этого-то я и не знала. Ага, я бы жене то-то-то. Я говорю, а вот что вы назовете в этих приборах минусом? Ну кроме цены. Вы согласны, что минус это только то, что он стоит 630 долларов, а не подарок вам от меня? Давайте я это запишу в минусы. Потому что больше тут минусов нет. Мы же говорим, да, противопоказаний практически нет, если человек в более-менее нормальной ситуации. и я знаете, о противопоказаниях в первой встрече я вообще очень мало говорю, потому что они есть действительно, я думаю, Владимир, вы как доктор можете сказать, вот нам, я думаю, всем будет интересно, кому такой прибор противопоказов? Дураку? Так же можно, если дурак, можно сделать. Пожалуйста, это доктор, у нас есть еще один доктор. Игорь? Ну, противопоказаний практически нету прибора, его можно использовать всем, от маленьких до больших. Дорогие друзья, эти ответы дали два врача, которые на сегодняшний день имеют уже накопленный опыт работы с людьми, помогая этим людям получать положительные результаты. Я не могу не доверять таким врачам, поэтому я могу не говорю в своих первых встречах противопоказаний. Я просто говорю, противопоказаний практически нет. И если там где-то что-то, кто-то, да, это потом. Самая главная задача стоит не говорить на первой встрече о противопоказаниях, а говорить о его преимуществах, о той пользе, и если вы научитесь рисовать картинки, да, вот в этом подведении итогов, все, продолжаю, спасибо, то в этом подведении итогов вы так можете этот прибор, что называется, положить ему в карман, но у меня кармана нет, чтобы показать. Понимаете, я привязываю этого человека тем, что я перед этим сказала. Кто запомнил, как я привязала этого клиента? напомнил, что вот если бы не эти деньги, да, если бы я могла тебе его подарить, вот если бы ты им начал, если бы он у тебя уже был, я его уже перенесла в ту его жизнь, где у него есть этот прибор. Это очень хорошо работает, потому что если вы начнете с человека разговаривать о том, что вот он у тебя, вот допустим, кому бы, кто в семье первый бы, и тут начинается, и жене надо, а у ребенка, а как он учится, а знаешь, что здесь, здесь же есть программы на улучшение памяти, представляешь, здесь есть программы на улучшение музыкального слуха, на энергию, на занятия спортом, на все. Нет родителей, которые желают детям плохого, все хотят, чтобы дети были здоровы и не болели, и он уже, ну да, да, я говорю, вот, твой сын пришел домой, ты как раз попользовался прибором, все, человек привязывается уже к этому, вы с ним разговариваете, и потом я говорю, знаешь, тоже, что сказала Наташа, давай встретимся завтра, у жены могут быть такие вопросы, на которые ты ей ответов не дашь, то давай лучше встретимся завтра, будет жена, я приду, и мы будем разговаривать дальше, я вам хочу сказать, что в 95% моих это работает отлично, бывает, что у людей вот действительно нет денег, кстати, вам один аргументик еще подкинул такой, насчет нет денег, когда человек говорит, да у меня нет денег, я говорю, так я знаю, что у тебя сегодня не может дома лежать столько денег, давай я приду через недельку, я сейчас себе просто запишу в блокноте, да, что через неделю я прихожу к тестному прибору, тоже можно, так вот, дорогие, когда мы уже привязали человека, что дальше нам, мы договариваемся на встречу завтра, лучше всего, потому что мы все думаем, что сегодня-то неудобно, днем разговаривала с ним, и скажет, что давай я приду еще вечером, или как вы считаете, лучше, да, я вам сказала, лучше выкинуть тараканов из головы, и если можно договориться встретиться вечером с женой, то что в этом плохого, если ему это не комфортно, ну хорошо уже, тогда завтра, но я хочу продать прибор сегодня, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, дорогие мои, очень часто мы с вами вот здесь ставим тормоза, это не у клиента, это у нас, ой, это неудобно, ой, если я ему так скажу, что он подумает, ой, нет, вот это я ему вообще не буду говорить, а я не дам номер телефона тебе, потому что то, помните, я вчера говорила, дорогие мои, если вы будете думать о конечном результате, да, то вы увидите, что я буду действительно тянуть до завтра, я-то пришла с целью продать прибор, и если я продам его не завтра, а сегодня, это же лучше, в первую очередь лучше для того, ну, какие же вы, для клиента, потому что он уже сегодня может поставить на ночь какие-то полезные программы, например, доктор Владимир, какие программы он может поставить сегодня на ночь? на сон, на сон, предыдущие, ну, ладно, не буду я говорить, что еще можно поставить, то есть очень много программ, которыми он уже сегодня воспользуется, то программу несколько раз надо ставить, я не хочу лишать его ни одного дня удовольствия, мы с вами идем, в первую очередь у нас в глазах не светится заработать, нет, я люблю клиентов, я люблю людей, приборы помогли мне, моей семье, именно поэтому я о них рассказываю, вот скажите, если бы все те, кто получил результаты, и здесь не было бы бизнеса, вы людям бы рассказывали об этих приборах, рассказывать только не хотим, чтобы вы получили. Дорогие мои, я уверена, каждый из вас все равно бы рассказывал, только естественно занимались бы какой-то другой работой, потому что приборы за что-то надо покупать, а рассказывать мы все равно бы рассказывали, вот поэтому мы идем в первую очередь к людям, деньги вторично, и когда мы так думаем, то нам Бог помогает, Вселенная нам помогает, потому что у нас искренность на сердце, мы действительно любим приборы, мы знаем, как они работают, и чтобы человек не говорил, самое важное, что есть для нас с вами в нашей работе, это уверенность в себе, и уверенность в приборах, потому что мы их испытали на себе, каждому из вас лично желаю проводить в день минимум две, я минимум, а максимум хоть и восемь встреч, просто это будет невероятно тяжело, любите себя, у нас все равно весь мир наш, всем вам желаю огромных успехов, буду рада с вами встречаться на каждом семинаре, и уверена, что скоро на моем месте кто-то из вас уже будет рассказывать о тех аргументах, о золотых правилах, и хочу вам еще напоследок сказать, уходя со встречи, не считайте, что если даже клиент сказал нет, то это нет, это да, вот Наталья Михайловна привет, да, только через восемь месяцев, ничего страшного, но главное, чтобы дверь была открыта, то есть не забудьте напоследок сказать что-то хорошее, приятное этим людям, я вот когда-то помню такой случай, не могу не рассказать, я познакомилась с деканом Херсонского университета лет семь назад, и такой приятный человек, он, конечно, у меня продукт не купил в этот день, и сказал, не вижу, зачем он мне нужен, но я ему еще тогда сказала, Михаил Иванович, ну если я к вам буду иногда приходить попить чаю с конфетами, вы ж не откажете, да вы что, я ж выхована людина, да, приходьте, но я и ходила, и все равно человек взял продукт, дорогие мои, всем успехов, очень вам благодарна. Спасибо.